Конечно же, все, что случается с нами, по слову Божьего, это не без воли Божьей. И нам нужно всегда помнить, что всякие несчастья, всякие невзгоды, которые посещают нас, они посещают нас не случайно. Случайности в мире никогда, ни с кем, ни бывало, ни не будет. Все совершается по невидимому, но справедливому промыслу Божьего. И нам нужно всегда помнить, что когда нас посещают невзгоды, беды, скорби, болезни, нам нужно усиливать молитву о покаянии, просить у Бога прощения. И если мы не считаем себя какими-то великими грешниками, будем просить за тех людей, которые пока еще не пришли в осознание и не считают себя грешными. Дай Бог, чтобы мы всегда помнили, что Отечество наше нам нужно любить. Любить не только Церковь, любить не только Бога, конечно же, Бога любить всем сердцем, всей душою, но не забывать и о любви к нашему дорогому и многострадальному Отечеству. А эта любовь выражается в том, чтобы мы берегли наше Отечество. Не так, как мы сегодня становимся варварами, все на своем пути, как минимум, похерим, а то и уничтожаем. Это, братья и сестры, конечно, знак того, что мы сегодня душевно больны. И человек, которому поручено от Господа созидать и хранить все то, что Господь хоровал, к сожалению, сегодня исказил это представление, или, вернее, это повеление, как говорит и весь что. И вот сегодня, в этот благословенный день, нам надо помнить о том, что победа досталась с великою ценой, ценой многих-многих миллионов человеческих жизней. И сегодня уместно вспомнить о них, кто, защищая Отечество, защищая своих собратьев и сестер, положил души свои на поле брать. Нет больше той любви, говорит Господь, когда человек положит душу свою за други своя. И вот сегодня, выполняя долг, а мы им должники, потому что они совершили свой долг и положили души свои на поле брать. А сегодня мы вспомним о них и помолимся, чтобы Господь простил им, как людям, так же небесгрешным, простил им невольное и невольное согрешение и сподобил их своей милости в Царстве Небесном. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!